Смотрите выпуски. Защитить граждан от хищения денег на расстоянии. В Хабаровске прошел межрегиональный форум, посвященный борьбе с гипермошенничеством. Профилактическую работу продолжают правоохранители ЕАО. О вреде наркотиков рассказали воспитанникам детского дома номер 2 Биробиджана. Регулярные рейды, спасательные посты и профилактические беседы. Вопросы безопасности граждан на воде обсудили в мэрии Биробиджана. В Хабаровске прошел межрегиональный форум, посвященный борьбе с мошенничеством, совершенным с применением технологий связи и интернета. Участие в нем приняли и заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин, руководители правоохранительных органов, финансовых и других организаций сферы информационной безопасности, а также главы дальневосточных регионов. Ежегодно на Дальнем Востоке регистрируется около 30 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Большинство из них в Приморском и Хабаровском краях. В Еврейской автономной области за прошлый год зарегистрировано 552 таких случая. Наибольшее количество преступных посяганцев – это на деньги наших людей. Используя новые технологии в преступных целях, применяя различные механизмы психологического воздействия, правонарушители преимущественно обогащаются за счет слабозащищенных категорий граждан, зачастую лишая людей нашего старшего поколения с трудом накопленных сбережений. При тесном взаимодействии финансовых организаций, операторов связи и правоохранительных органов за последнее время удалось ликвидировать значительное число мошеннических колл-центров, которые находились в местах лишения свободы, а также пресечь большинство подозрительных денежных переводов. Участники форума отметили, что для дальнейшей борьбы с хищением денег на расстоянии необходимо улучшать существующие механизмы взаимодействия среди заинтересованных структур, а также усилить работу по повышению правовой и цифровой грамотности населения, особенно старшего поколения. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. О вреде употребления и распространения наркотиков рассказали сотрудники правопорядка воспитанникам детского дома номер 2 областного центра. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде. Ребятам на конкретных примерах рассказали о пагубных последствиях употребления запрещенных веществ. Единственный такой факт может перечеркнуть планы несовершеннолетних на будущее. Слушателям четко обозначили меры административной и уголовной ответственности за распространение, хранение и употребление наркотических и психотропных веществ. Молодым людям, как активным пользователям социальных сетей, разъяснили об опасности сомнительных предложений по доставке и закладке посылок. Работа таким курьером приравнивается к распространению наркотиков и наказывается по всей строгости закона. Андрей Кирюшин, Новости 21. Лето не за горами, а значит уже сейчас стоит задуматься о безопасности граждан, которые будут отдыхать у городских водоемов. Этой теме было посвящено очередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в мэрии Биробиджана. За последние пять лет в городском округе вода унесла жизни 32 человек, в том числе и детей. Среди взрослого населения основной причиной смертельных происшествий во время купания по-прежнему остается злоупотребление алкоголем. Из общего числа утонувших порядка 80% отдыхающих на воде в состоянии алкогольного опьянения. Значит, еще 10% приходится на несовершеннолетних. Несчастные случаи от 3 до 5%. По состоянию здоровья от 2 до 3%. И 5-6% это криминогенная составляющая. Сотрудники госинспекции по маломирным судам совместно со специалистами мэрии и полицейскими в течение всего летнего периода будут проводить рейды на городских водоемах. В центре внимания дети и подростки, которые купаются одни, а также граждане, распивающие спиртное. Для предотвращения несчастных случаев городские власти намерены набрать штат спасателей из числа горожан на летний период. Каждый желающий сначала должен будет пройти специальный курс обучения. На сегодняшний день, к сожалению, стоимость обучения увеличилась. Но мы сегодня приняли решение, что за счет местного бюджета обучить ребят и готовы будем предоставить им условия по обучению и взять их на работу на летний период. Поэтому все, кто изъявлен желание, могут обратиться в мэрию. Мы подскажем, где, как и что сделать. Эта практика уже дала положительные результаты. В прошлом году таким спасателям удалось вытащить из воды несколько тонувших биробиджанцев. Никита Натапов, Кирилл Богаченко. Новости 21. Смотрите далее. Монастырские рецепты. Мастер-класс по приготовлению куличей провели для юных горожан в Биробиджанской епархии. Бойцы единоборств. Бойцам спецоперации. О фестивале единоборств в поддержку военнослужащих специальной военной операции рассказали на Авторадио. Приготовление творожного пасхального кулича по монастырскому рецепту научили учащихся лицея Преамурского государственного университета имени Шова Малейхима в Биробиджанской епархии в канун воскресения Христова. Кулич наравне с яйцом является одним из основных символов Пасхи. Ребята самостоятельно прошли все этапы приготовления лакомства. От замешивания теста до украшения уже готовых куличей. Многие из ребят готовили впервые. Но несмотря на то, что их первый опыт выпал на приготовление такого символически важного продукта в христианской культуре, по признанию ребят, процесс им очень понравился и увлек. Сначала мы положили творог в миску, потом разбили три яйца, положили немного сахара, щепотку соли и все взбили. Потом залили масло немного и специальный ингредиент – святая вода. До этого такие же мастер-классы прошли участники университета третьего возраста и совсем юные гости епархии – первоклассники. Так что в преддверии праздника священнослужителям удалось охватить представителей всех возрастных категорий, рассказав им об истории и традициях праздника Пасхи. Пасхальный кулич – это символизирует воскресение Христова. То есть это жизнь, так как тесто подносится наверх, и даже каждая душа, она, естественно, стремится подняться наверх. К небесному царствию, к Богу, Спасителю. И вот буквально в воскресенье мы уже все православные христиане уже отпраздновали святое воскресенье Пасху. Богослужения, посвященные воскресенью Христову, начнутся уже в субботу, 15 апреля. С 12 до 5 часов вечера будет проходить освящение куличей и пасхальной снеди. В 11 часов вечера состоится крестный ход вокруг Благовещенского собора. Саму Пасху, 16 апреля, прихожан ожидают с 12 часов дня. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Гости программы «Народ хочет знать» на Авторадио Биробиджан рассказали сегодня о фестивале спортивных единоборств и боевых искусств Еврейской автономной области, который пройдет в Биробиджане и будет призван поддержать наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. С инициативой проведения такого фестиваля выступили областные федерации единоборств. Это федерация Киокушенкай, еврейская в том области, федерация Тэквондо, федерация самбо, федерация, конечно же, бокса и ММА, и спортивной борьбы обязательно. Это шесть федераций, которые извели желание в мае месяце непосредственно прийти, поучаствовать и, так сказать, своим участием поддержать военнослужащих. Поддержка будет не только моральной, но и материальной. Организаторы создадут возможности для участников и зрителей фестивальных соревнований внести свой посильный финансовый вклад в общую копилку на солдатские нужды. Примерно планируем собрать 300-350 тысяч. А что такое 300 тысяч? Это два квадрокоптера, которые, в принципе, могут обеспечить работу двух взводов, для того, чтобы оценить обстановку впереди, понимать, что их ждет. Это жизнь, это жизнь наших солдат. Финансирование организационных вопросов взяли на себя партнеры фестиваля. Среди них лично губернатор области Ростислав Гольштейн, Кимкана Сутарский ГОК, Теплоозерский цементный завод, депутат ЗАГС Собрания области и предприниматель Хикмет Мамедов, региональное представительство Российского союза боевых искусств. Конечно, отнеслись положительно, потому что с самого начала этой военной операции и поддержку оказывали, и помощь материальную, и даже отряд добровольцев из Российского союза боевых искусств принял участие после подготовки, принимал участие. В том числе у них мой ученик Сергей Плеханов участвовал в этом отряде. Региональное представительство Российского союза боевых искусств также обеспечит дальнейшую жизнь и развитие фестиваля на будущее после нашей победы, включив его в федеральный календарь соревнований на постоянной основе. Открытие фестиваля состоится 6 мая на стадионе «Дружба» и после трех дней поединков завершится на площади Ленина в День Победы 9 мая. Запись эфира на портале reabir.ru Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21.